25 коек на первом этаже, 40 на втором и 40 на третьем. Вчера главный врач первой краевой больницы, начальник косотдела у нас прошли, посмотрели, насколько там возможно. У нас в каждой комнате имеется душевая кабина, туалет, можно разобщить людей. То есть, по большому счету, на сегодняшний день 65 коек первого и второго этажа могут работать. На счет третьего этажа, ну, считают, что не очень удобно, там нет лифта, но, в принципе, третий этаж тоже можно задействовать. Мы готовы, в принципе, начать работу. Я думаю, что коечный фонд нам предстоит еще продолжать разворачивать, особенно в городе Хабаровске. Нужно сформировать у населения понимание того, что только соблюдение этих норм позволит избежать и смертности на дому, и позволит избежать вот этого цунами обращений за медицинской помощью. Соответственно, предотвратит смерти. По решению главы региона Дегтярева Михаила Владимировича в крае начала работать телефонная информационная линия по вопросам, связанным с коронавирусом. С многоканальным номером 39-71-69, или, как мы все его называем, горячая линия. Колл-центр горячей линии дислоцируется на базе единой дежурно-диспетчерской службы Комитета правительства края по гражданской защите. На сегодняшний день работу горячей линии обеспечивают сотрудники многофункциональных центров Министерства информационных технологий и связи края и Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Министерства здравоохранения края. Линия работает круглосуточно в три смены по 8 часов с количеством сотрудников до 8 человек в смену. За двое суток сотрудниками горячей линии принято 1618 звонков. Первые сутки 780 и вторые сутки 838. Обращаются жители со всего края. Преимущественно, конечно, это город Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. Звонки были из Хабаровского, Вяземского, имени Лозо, Бикинского, Комсомольского, Амурского районов, а также из северных территорий края. На основе анализа поступающих обращений мы сформулировали основные проблемные вопросы, которые беспокоят граждан. Прежде всего, это невозможность дозвониться до регистратур поликлиник. Иногда люди не могут дозвониться в поликлинику по нескольку дней, чтобы вызвать врача или проконсультироваться. Длительные сроки ожидания прихода участкового врача на дом. Иногда до недели, до 10 дней. Либо отказы в посещении пациентов. Надо отметить, что практически нет жалоб на работу стационаров. В плане, меня не госпитализировали или лежу ко мне, никто не подходит. А также очень редко жалуются на невнимательное или невежливое отношение со стороны медицинских работников. Нам показалось, что люди стали больше ценить саму возможность увидеться с врачом и получить хоть какую-то помощь.